В черном списке район Гулливер-Арена, а теперь и Россия. Но если первые три появились в городе относительно недавно, то у последнего за плечами полувековая история. Здание было построено в конце 50-х годов 20-го века и долгое время было одним из любимых кинотеатров барнаульцев. В начале 2000-х помещение перестроили по торговый центр, но по документам оно осталось кинотеатром, а значит и требования к пожарной безопасности повышенные. Торговый центр России судебные приставы опечатали 12 мая. Причина – многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. В здании бывшего кинотеатра расположен продуктовый магазин, отделы обуви, парфюмерии, косметики и сувениров. Все они закрыты на неопределенный срок. Для меня сейчас вообще неприятно даже, что я так торопилась, бежала. У них скидка с утра. Но приходя за скидками, Алла Викторовна, как и сотни других барнаульцев, даже не подозревали, что в здании масса нарушений. Неисправная автоматическая пожарная сигнализация, загроможденные эвакуационные проходы и всего один огнетушитель на все здание. Пугают ли такие серьезные нарушения барнаульцев? Мы редко ходим. Ну, конечно, есть какой-то страх небольшой уже появился. Я не посещаю их в принципе. Нет. А почему не боитесь? Почему мне страшно? Я ориентируюсь в пространстве. Есть опасения. А мне же стали посещать их? Нет, я их почти и так не посещаю. Всего по всей России после трагедии в Кемеровской зимней вишне закрыли больше 150 торговых центров. Эта цифра растет с каждым днем. На Алтае за последний месяц закрывают по одному центру в неделю. Пока второй шанс дали только Бийскому воскресенью, где успели вовремя устранить все нарушения. Политина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...